Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал! Меня зовут Катерина Данка и сегодня у нас на взоре будет бренд Кика Милана. Честно говоря, я на этот бренд вообще не обращала никакого внимания, просто он меня не цеплял, не было каких-то продуктов, которые я прям хотела бы попробовать. Но вот недавно я снимала макияжные новости и там, собственно, была новость о том, что у Кика вышла новая коллекция, которая называется Festival Glow. Она привлекла мое внимание своим внешним видом, мне понравилось, как оформлены продукты, мне понравилась именно гравировка на продуктах. Так все это красиво смотрелось, я думаю, надо зайти на официальный сайт Кика, посмотреть вообще весь их ассортимент, что у них там есть. И оказалось, у них так много коллекций есть, у них там очень много чего повыходило. Большой ассортимент, вот на самом деле я прям даже потерялась в какой-то момент. И, конечно, я себе кое-что заказала. И, кстати, я заказывала, да, как я говорю, на официальном сайте доставку от 25 евро бесплатно именно вот в Германию. Да, пришло, кстати, все очень быстро, но не без проблем. Об этом поговорим попозже. А что я заказала? Это, конечно же, тональное средство, мне хотелось попробовать. Оказывается, это тоже вроде как какая-то новинка. Кое-что из новой коллекции. Это помада, карандаш, румяна и еще что... А, и все, из новой коллекции все. Также я решила попробовать вот такие вот кремовые тени, однушка. Я очень много про них слышала, знаю, что вроде как на них хорошие отзывы были. Поэтому, ну, а почему бы не попробовать? По-моему, они еще были на акции. И также я еще заказала пудру из предыдущей... Одной из предыдущих коллекций, она у меня выпала. Дело в том, что в новой коллекции тоже есть такая прессованная пудра фондейшн, ну, то есть пудра тональное средство. И я посмотрела цену, я посмотрела описание, состав. И как будто бы это тот же самый продукт, просто как бы более старая версия стоит немножко дешевле. Я думаю, ну, как бы возьму просто версию постарей, зачем переплачивать. Да и плюс, я говорю, упаковки у них примерно одинаковые, что у румян, так и у пудры, собственно, в новой коллекции. Так что, давайте с вами, наверное, уже приступим к обзору. И у меня уже тональное средство нанесено. Я специально нанесла это тональное средство за кадром, чтобы вы уже видели финальный результат. Это правда важно. И оно сейчас не припудренное, а вот просто чисто тональное средство. Давайте посмотрим на упаковку, потому что мне кажется, она достойна внимания. Я была приятно удивлена, когда увидела это матовое стекло, такое прям тяжеленькое, плотненькое. Так все хорошо пропечатано. И знаете, вот просто приятно поставить на столик, приятно держать в руке. И это, мне кажется, ну, правда, достойно своего внимания. Здесь у нас 30 мл стандартные. Зашла сейчас на сайт Кико, и да, действительно, это тональное средство является новинкой. Я правильно запомнила. Называется оно Unlimited Foundation. Стоит 14 евро 99 центов. 25 оттенков в оттеночном ряду. Ну, это прям так порядком. 14 евро, я считаю, что это нормальная такая цена. Средненькая у нас так стоит. Maybelline, L'Oreal, Max Factor. У них тоже примерно такие цены за тональные средства. А то иногда дороже даже бывает. В описании про это тональное средство нам говорят, что это новая невесомая жидкая тональная основа, которая будет держаться 24 часа, которая не будет отпечатываться, которая будет наноситься очень легко, которая не будет стягивать вашу кожу. Она подходит для всех типов кожи, и она будет сохранять вот этот матовый эффект на протяжении, опять же, 24 часов. Также, возможно, тональное средство будет достраивать, то есть, от среднего к более плотному покрытию. Но покрытие у них, правда, очень даже хорошее. Ребята, всем привет! И я к вам включаюсь, скорее всего, из прошлого. Я уверена, что это видео, которое я сейчас снимаю, на самом деле уже вышло. И да, это у нас Essence в коллаборации с парком Ньюрского периода. У них была вот такая палеточка. Посмотрите, какой прикольный макияжик получился. Так что, если еще не видели, то переходите по ссылочке. Если оно уже вышло, то я вам вот здесь вот ссылку оставлю. Посмотрите, реально очень прикольно. Так вот, почему я сейчас к вам, кстати, включаюсь? Потому что у меня, я, видимо, то ли не нажала кнопку записи, то ли чего, просто не записалось в мое мнение про это тональное средство. Поэтому я вот к вам здесь снова же рассказать, что я про него думаю. И сегодня, кстати, оно тоже у меня нанесено, потому что оно мне прямо реально нравится. Я им пользуюсь. И на тот момент я вам начала говорить, как раз тот момент самый важный, какой минус у этого тонального средства есть. Это, конечно же, то, что он немного меняет оттенок, когда высыхает. Дело в том, что когда я его первый раз даже на руку нанесла, оно показалось прям таким, знаете, светленьким, прям вот как будто бы под вот эту мою часть. То есть я всегда вот здесь тональное средство подбираю. И потом через какое-то время я смотрю, я что-то тут отвлеклась, и я поняла, что оно как будто бы окислилось. Я прям реально сильно напугалась. Поэтому будьте осторожны, когда выбираете оттенок. То есть это вот как раз то тональное средство. Есть такие многие тональные средства, именно матовые. Когда они высыхают, они как будто бы на полтона становятся темнее. И вот здесь как раз эта история есть. Но в моем случае это даже мне на руку сыграло, потому что мне бы оно было немного светловато. А учитывая, что сейчас лето, оно даже как-то, знаете, когда высыхает, наоборот, подстраивается под мой цвет кожи. И я говорю, что мне просто с этим повезло. Что касается самого покрытия, финиша, то, как оно лежит, отлично лежит, нормально, классно. Мне безумно нравится, как оно выглядит на камере. Мне нравится, как оно выглядит в жизни. Оно ложится действительно тонко, не лежит какой-то маской на поверхности, именно на коже. Да, его будет, скорее всего, видно. На коже понятно, что вы там накрашены, потому что оно прям такое реально матовое. Но такое матовое, оно сохраняется не весь день, конечно же. То есть, ну где-то мне его нужно поправить, там, не знаю, как-то промокнуть, убрать жирный блеск. Где-то через часа два. У меня нормальная кожа, не склонной к жирности, не склонной к сухости. Просто у меня комбинированная. Обычно здесь немножечко жирница, здесь немножечко подсушена обычно. Но не сильно. Опять же, это нет каких-то у меня кардинальных каких-то перепадов. Поэтому я с ним суперкомфортно хожу, снимаю. Мне вот, кстати, что касается покрытия, я бы сказала, оно среднее. До плотного можно наслоить, но не нужно. Потому что, как ни крути, вот какие-то вот такие вот моменты, он все равно не доперекрывает. Вот тут маленькие у меня пятнышки есть. Лучше просто взять консилер. Вот и все. Также, что касается других каких-то моментов, он не подчеркивает мне вот здесь морщинки. Это для меня правда важно. То есть, им есть такие-то средства, которые, знаете, если в них это есть, то они 100% закатаются в эти морщинки, потому что у меня очень активный лоб. И все туда проваливается, все, что возможно. Также он не подчеркивает поры, что тоже круто. Многие просто есть тональные средства, которые прям проваливаются, и прям их сильно выделяют. С этим тональным средством такой проблемы нет. Поэтому я им прям пользуюсь. Единственный, я говорю, самый огромный минус, это, конечно же, вот это вот то, что он меняет оттенок, можете ошибиться, и он становится прям темнее. Я бы даже сказала на тон. Вот если посмотреть на камеру, особенно, как это выглядит, именно свежий сводч. Сразу повскакивали, повскакивали. Меня тут чуть-чуть прервали. Муж просто с работы пришел, и, как видите, до окошки все подорвались, убежали. И да, что касается тонального средства, в принципе, я про него все сказала. Еще раз просто хотела отметить момент с вот этим подтемнением. И знаете, это не окисление. Когда тональное средство окисляется, оно как-то может пятнами окисляться, где-то ярче, где-то темнее, где-то какие-то проплешины. И это выглядит, ну, реально стрёмно, и это прям сразу-сразу провал, и всегда это, знаете, ну, там, в разной степени окисляется. Здесь все ровно, ровно лежит, ровно как бы носится, вообще без проблем. Оно достаточно долго держится, и вот когда жарко, конечно, быстрее проступает вот это свечение наше естественное. Но в целом, я говорю, это вообще не проблема для меня. Выглядит кожа красиво, меня это реально устраивает. Что еще я хотела отметить? Что-то еще я хотела вам сказать? Что-то важное? Значит, не такой важный раз не могу вспомнить. В общем-то, как-то так. Продолжайте смотреть видео, и как только закончите это, переходите смотреть видео про эссенс обязательно. Я немножечко тут обновила консилер, и надо бы нам с вами припудриться, потому что как бы уже очень хочется, и да, оно уже как бы уселось, оно подзастыло, тональное средство, но опять же, я говорю, что оно все еще остается липким, и это прям необходимо, чтобы было действительно стойко, потому что все-таки его можно смазать. Вот она, та самая пудра, которой мы с вами будем сейчас припудриваться, и когда я ее получила, я была приятно, опять же, удивлена упаковке, здесь так приятно все сделано. Мало того, когда я открыла, данная пудра была упакована в отдельную такую бумажечку с наклейкой, знаете, вроде как мелочь, а приятно, как будто бы позаботились, сделали чуть-чуть больше, чем они могли. Это всегда классно. Также здесь есть такой принт, но на самом деле пластик самый обычный, то есть вот пластик прям, ну, какой-то такой странненький, не особо, но тоже нормально, хорошо, красиво. Данная коллекция называлась у нас Dolce Viva, мне кажется, она давно вышла, и это у нас не просто пудра, это пудра тональное средство, которое SPF 50 в себе содержит 9 грамм, 9 грамм прям-таки нормально. Данная пудра у нас стоит 16 евро 19 центов, и новая, кстати, пудра именно столько и стоит, но когда я увидела эту, которая находится на 40% скидке, я подумала, почему бы ее не взять, потому что описание у них реально одинаковое, и со 40% скидкой уже выходит у нас 10 евро 19 центов. Всего у нас 6 оттенков линейки, и в принципе, я считаю, что нормально, у меня это 0,3 оттенок Light. И знаете что? Оказалось, что все-таки этот оттенок мне, наверное, немного темноват, но я вообще не расстроилась, потому что как бы у нас лето, я хочу чуть-чуть подзагореть, и будет самое то, и в принципе, сейчас она неплохо подходит. Когда мы открываем эту пудру, у нас здесь есть вот такое потайное дно, где есть, собственно, вот эта губка, которой мы можем наносить, собственно, тональное средство. Я ее использовала, ну, как тональное средство, я ее наносила только пушистой кисточкой, просто как таким тонким слоем, как пудру, на самом деле, ничего особенного в этом нет, когда пишут, что это и пудра, и тональное средство, это вообще давно не секретно, не секретно, на самом деле, многие пудры можно так использовать, она просто более пигментированная, более такая плотненькая, и более такое матовое, плотное покрытие будет создавать. Я думаю, сегодня мы с вами попробуем как-то ее так нанести. Давайте, давайте я прям так, наверное, и сделаю. Вот набираю на этот спонж, который, собственно, нам тут положили, тут еще, кстати, зеркало есть, нормального, такого хорошего качества. И вот здесь я как-то не очень хорошо нанесла средство тональное, можно вот как раз и пройтись, и заматировать, и, кстати, кстати, ну нет, вроде бы, кстати, даже нормальный оттеночек, я вот сейчас смотрю. Ну да, немножечко, чуть-чуть темновато все-таки, все, да, темновато все-таки, но это не критично. В принципе, и этим спонжиком можно нанести пудру, ничего там страшного нет, но как-то, конечно, уже непривычно отвыкла я вот от такого вот. Так, ну вот, и я нанесла на одну половину лица сейчас, и вот на камере я большой разницы вообще в оттенке не вижу, то есть как будто бы прям вообще идеально подходит. Но в жизни все-таки разница есть небольшая, она такая все-таки, конечно, ну немного меня более загорелой такой сделала. Не кардинально, не страшно, это не какая-то прям большая разница, но она все-таки есть. Не лежит пирожком, достаточно тонко, мне кажется, такое хорошее покрытие, ничего особенного, ну просто как будто бы просто запудрилось, честно говоря, не вижу прям какой-то колоссальной разницы, не вижу, чтобы она там как-то подчеркнула поры пока что, вот как-то таких моментов нет. Но я вот тут, мне кажется, по лбу заметно прям, где, собственно, пудра нанесена, где пудра не нанесена, по крайней мере, я эту разницу прям хорошо считываю, надеюсь, что вы тоже. Ну и пока я наношу на вторую половину лица, давайте посмотрим в описании. Нам говорят, что она подходит идеально для того, чтобы сделать ваше лицо матовым, будет безупречно идеальная ровная кожа, конечно же. Инновационная водостойкая устойчивая формула к поту сводит к минимуму несовершенства пятна на коже для высокопрофессионального результата. Также, что тут еще такого интересного? Эксклюзивная модульная текстура позволяет использовать как в сухую, так и в влажную погоду данную пудру. Благодаря практичному встроенному зеркалу и входящему в комплект аппликатору можно подкрашиваться на ходу и также истечает приятный запах кокоса. Действительно, кстати, чем-то пахнет. Ну, кокос, конечно, я не чувствую. Правда, не пахнет кокосом, не знаю, где-нибудь там кокосово учуяли. Может быть, хотели положить кокос, а положили что-то другое, но запах приятный. Ну, что-то, что-то есть такое прям мимолетное, сладенькое, но на самом деле, может быть, оно и хорошо, что не какой-то навязчивый запах. Так, ну все, я полностью прям запудрила лицо, и я прям старалась прям максимально плотненько наносить ее, чтобы, ну, максимально прям все прочувствовать. И могу сказать, что у нее нет вообще никакой сухости. Она не подчеркнула пока что у меня никакие морщинки. Посмотрим, конечно, что будет в конце видео. Но пока что я за ней такого не замечала. Но, опять же, я ее наносила чисто прям такой пушистой кисточкой, как просто обычную пудру для того, чтобы немножечко просто как-то, ну, зафиксировать макияж. Вот так плотненько еще пока не наносила. Итак, давайте с вами приступим к следующему продукту, потому что у меня здесь лежит коробочка, которую, на самом деле, мне очень не хочется брать. Прям так, знаете, обидно. Это ужасно обидно. Я так хотела именно этот продукт. Мне он так понравился, чисто внешне. Думаю, какая красивая гравировка, как это красиво выглядит. Румяна. Румяна из новой коллекции, которая называется, собственно, фестиваль Гоу или Глоу фестиваль. Стоили такие румяна, по-моему, то ли 16 евро 99 центов, то ли 15 евро 99 центов, где-то так. Собственно, пришли они мне вот в такой коробочке. Здесь, по-моему, не было, кстати, никакой дополнительной бумажечки. Не знаю почему. Почему? И дело в том, что они пришли разбитые. Они просто настолько разбитые, что, я не знаю, ну, просто как бы от слова совсем. Прям вот прям вообще. У меня все было в этих румянах, когда я первый раз их открыла. Конечно, ими еще можно пользоваться, и по-хорошему бы их можно было спрессовать. Но пока я этим не занималась, хотела бы вам как бы показать, в каком виде они мне пришли. На самом деле, я правда очень-очень сильно расстроена. Я так хотела заснять именно этот красивый принт, как это красиво все выглядит. Ну, просто это прям, я не знаю. У меня на самом деле была прям целая череда, какая-то невезение. А мне потом пришла еще одна посылка, буквально через пару дней от Essence. И там тоже был разбитый в хлам продукт. И я написала, кстати, что Essence, что Кика просто на почту. Они мне ответили, сказали, что вернут мне деньги за данный продукт. Поэтому там еще дали промокод, по-моему, на скидочку. Так что компания отреагировала, за что им большое спасибо. И я рада, что они мне, в принципе, ответили на то, что как бы, да, ну, я не виновата в том, что продукт пришел. И, ребята, всегда старайтесь вот такие вещи сразу фиксировать, фоткать на фоне посылки. В тот же день желательно писать компаниям о том, что вы, собственно, получили вот такой вот продукт. И такого быть не должно. И, да, конечно, возможно, это даже не вина самого бренда, не вина магазина. Возможно, это доставка таким образом доставила. Но, знаете, можно будет на будущее положить побольше какой-то там бумаги, чего-нибудь, чтобы все это менее, так, знаете, ну, в общем, больше как-то ароматизировалось. Нет, как это сказать? Амортизировалось. Вот, амортизация, да. Ну, короче, вы меня поняли. Что бы не билось, одним словом. Но я думаю, мы с вами их все равно сейчас нанесем. То есть это не значит, что я их не буду наносить. В силу того, что продукт как бы есть, я просто аккуратненько наберу пушистой кисточкой, и мы с вами посмотрим, что же и как же вообще они выглядят такой же. Но для начала давайте же посмотрим, какое количество оттенков у нас там есть. Сколько вообще у нас тут грамм? Здесь у нас 6 грамм, чуть поменьше. Оттенок у меня 0,3. Посмотрела сейчас на сайте, их всего 3 оттенка, так что я предлагаю просто брать и наносить. Они должны быть сияющими, это сразу было понятно, сразу было заметно. Ну, я надеюсь, что они не будут какие-то люто пигментированные, потому что выглядят они прям достаточно ярко. Буду, наверное, набирать с зеркала, потому что здесь прям такой мелкий помол получился. Самое то как раз. Ой, прям такой, знаете, прям что-то такое очень розовенькое, прям очень розовенькое на камере выглядит, по крайней мере. Так, дело пошло, пошло, пошло. Нет, кстати, нормально, не пятни, то есть буквально уже первые пару каких-то движений, и если бы, то уже бы сразу какое-то пятно бы поставилось. Нет ничего подобного, очень достаточно, да очень даже деликатно, я могу сказать. Очень неплохо наслаиваться, то есть я сейчас начинаю добавлять продукт, и прям действительно оттенок еще больше и так начинает проступать. Но я думаю, мне этого достаточно, даже стоит, наверное, взять пустую кисточку и немножко потушевать, то есть не хочу я пока что сейчас морфушечкой-душечкой становиться. Опять же, в силу того, что они у нас сияющие, хайлайтер, возможно, нам сегодня даже и не понадобится. Слушайте, а очень даже красиво выглядит, прям так деликатненько вообще ничего не напитнилось, да, они сияющие, блеск проступает, но он не вырвиглазный. То есть это прям реально супер такое деликатное сияние, прям такое красивое, оттеночек такой, знаете, я бы сказала, немного морозный, прям такой холодненький я выбрала. Но мне на самом деле такой и хотелось, и он немного такой, знаете, темноватый что ли, не то чтобы, это не какой-то светлый розовый освежающий, как, например, если мы посмотрим, не знаю, румяна от Dior, которые прям такие яркие, 0,1 оттенок. Это плюс-минус такой же оттенок, только потемнее, именно вот по потону, вот если сравнивать с чем-то, супер деликатно получилось, прям красиво, правда красиво. И почему они, блин, разбитые пришли? Обидно еще больше, лучше бы они мне не понравились. Надо будет поставить их просто как-то на столик и вообще не трогать. Вторая щека пошла, опять же прям легкими движениями, достаточно такой пушистой кисточкой наношу, и вообще никаких пятен, ничего, прям буквально пару касаний, и уже получается такой прям легкий-легкий румянец, симпатичный, и в принципе можно даже на этом остановиться, если вам больше там ярче не нужно, но они наслаиваются, это тоже очень круто, то есть можно прям поярче, можно прям контролировать процесс нанесения, вот это я люблю. Я прикрыла немножко ралады, потому что какие-то нереальные пересветы начались, и они как будто бы начали как-то странно рефлексировать, то есть не совсем тот оттенок, который я, например, вижу в жизни, и вот сейчас на камеру намного лучше видно, то есть видно, что они прям супер деликатно легли, сияние, знаете, я бы сказала, просто натуральное, то есть это не какое-то вырвиглазное, опять же, сияние, это классно, это хорошо, и мне прям безумно нравятся эффекты, в то же время я расстроена, глядя на то, в каком состоянии пришли эти румяны, прям печально. Ладно, ребята, давайте посмотрим, конечно же, на помаду, помаду тоже я очень сильно хотела, там было два варианта помады в этой коллекции, сияющая и матовая, я, конечно, выбрала матовую, да, на помаду она стоит 9,99 евро за 3 грамма, у меня это оттенок 6, я, по-моему, выбрала что-то такое, знаете, коричневенькое, и чем же, конечно, меня привлекла эта помада, это принтом. Во-первых, да, здесь приятная такая, очень приятная упаковка, металлическая, на мой взгляд, по крайней мере, ощущается очень такой металлической, и внутри, когда мы выкручиваем эту помаду, вот она та самая красота, такая, знаете, кровировочка, прям, знаете, залипательно смотришь, прям вот безумно мне это понравилось, ну, это просто, знаете, просто приятно иметь у себя на столике, приятно держать в руках, и давайте-ка нанесем, посмотрим, как она будет лежать. Убираю бальзам с губ, у меня никакого карандаша к этой помаде нет, так что будем, ну, просто так наносить, потом, возможно, какой-то свой просто карандаш добавлю, контур сделаю. О, немножечко жестковато, какая-то такая не очень удобная форма для того, чтобы наносить именно вот прям вот так вот помаду. Возьму-ка я, пожалуй, кисть, потому что здесь, знаете, он срез не плоский, а он такой немножко с выемкой, получается, помада, она полноценно на губы не ложится, нужно на нее давить, а я не хочу на нее давить, потому что таким образом я ее сломаю, я не хочу ее ломать, потому что мне нравится, как она выглядит. Ну, вот таким образом выглядит шестой оттенок, и, знаете, мне он очень даже понравился, я немного другого от него ожидала, мне казалось, что он будет больше такую розовую сторону, но это оказался очень такой симпатичный, деликатный, я бы сказала, кирпичик, правда приятный, то есть кирпичные оттенки бывают тоже разные, и он такой, знаете, я бы сказала, немножечко в перемешку с каким-то красно-розовым, чем-то таким, и он не желтит зубы, что тоже, на самом деле, очень классно, Выглядит, правда, красиво, правда, нравится. Действительно, прям такое истинное матовое покрытие. Посмотрим на чмок-тест. Чмок-тест, в принципе, я бы сказала, что пройден, да, чуть-чуть там отпечаталось, но мне кажется, это прям минимально. Если вот так пару раз, я думаю, чмокнуть, то он же все меньше... Ну, хотя нет, хотя нет, не меньше отпечатывается примерно так же, но это не сильно, на самом деле это не страшно. То есть даже если что-то, он не будет как-то ужасно, катастрофически смазываться. Кстати, очень приятно пахнет. Не пойму чем, чем-то сладеньким. Очень-очень такой слабенький, тоненький, такой приятный аромат, ненавязчивый и это на самом деле классно. Вы его ощущаете только, когда подносите помаду, собственно, к носику губам. Что касается вот ощущения именно того, как лежит продукт на губах, здесь, конечно, вопросы есть. Она ощущается такой, ну, немного как вазелин, что ли. Она, знаете, такая прям плотненькая, такая прям сухенькая. Не то, чтобы она подсушивает губы, но вот лежит, и вы ее просто чувствуете. Чувствуете такую вот легкую немножечко, немножечко такую какую-то стянутость. И да, она немного такая, знаете, не пластичная. То есть мне приходилось прям применять усилия, чтобы ее прям хорошенечко прорисовать. Именно, да и контур, да и в принципе прорисовать. Чтобы что-то, про что-то прорисовать на губах. Не смогла завершить нормальную мысль адекватно. Поэтому приходилось прям по несколько раз набирать на кисточку, проводить, еще раз, еще раз, еще раз. И вот, конечно, да, это занимает определенное время. И с аппликатора наносить, ну, просто невозможно. Сейчас, конечно, он уже подстерся. И вот даже сейчас я иду, она просто не тянется абсолютно совсем. Она как будто бы немного подсохла. Вот такой вот эффект. И это, конечно, не классно. Есть много помад, которые более такие, знаете, кремовые, но при этом матовые. И вот она, конечно, прям плохо-плохо тянется. Приходится прям стачивать под свою форму губа вот этот стержень. Потому что, ну, иначе, иначе просто она не рисует. И у меня здесь рисунок стерся. Я же еще даже не отсняла. А как так? У меня, короче, у меня... Соберись. Она, походу, как-то покренилась. Как-то, да, она немножко скосилась. И когда я закрыла помаду, вот этот рисунок с одной стороны истерся. Блин, я же не отсняла еще макро. Всегда надо снимать макро, как только пришла косметика, сразу отсняла. И чтобы у тебя уже это было прям вот в первозданном виде. Я посмотрела описание этой помады. Нам говорят, что имеет кремообразную текстуру, которая идеально ложится на губы и становится матовой с первого нанесения. Она настолько матовая, что как бы вот это вот само нанесение очень сложно отдаётся. Нужно прям силу применять. Формула защищает от поцелуев. В смысле защищает от поцелуев? Зачем тогда нужна такая помада, если она защищает от поцелуев? В смысле? Обогащена маслом вишневой косточки, обладающими смягчающими свойствами. Возможно, возможно, что-то там такое есть. Но всё-таки она немножко такой какой-то сухенькой чуть-чуть ощущается. Приятная на губах с нежным ароматом фиалок и календула. А, вот что это, оказывается, пахнет. Дальше я просто не дочитала. Оказывается, это фиалка и календула. Хорошо. Завораживающий дизайн делает его культовым и драгоценным. Но дизайн действительно очень красивый. И знаете, если говорить про то, как сама помада выглядит на губах, абстрагируясь от ощущений, то выглядит, правда, красиво. То есть, действительно, прям матовый эффект. И губы как будто бы даже немного такие разравненные, что ли, без каких-то вот... Бывают такие помады, которые прям подчеркивают трещинки на губах. Здесь же, наоборот, такого нет, как будто бы она более вельветовая, более, наоборот, какая-то сглаживающая текстура. Вот так бы я это описала. Ну, правда, красиво выглядит, правда, красивый оттенок, но придется помучиться, прежде чем нанести, либо как-то сразу стачивать, не знаю. Опять же, грифель вот этот вот, вот эту самую помаду, ну, либо с кисточкой, опять же. Ну, вот это, конечно, мне прям не понравилось. И я ее чувствую. Но, на самом деле, я уже так привыкла, что в целом уже даже не напрягает это ощущение. Но поначалу прям-прям как-то было так это... Для глаз у меня есть два продукта. Первый карандаш. Давайте, наверное, на него посмотрим, потому что он из новой коллекции. Честно говоря, я много смотрела тени от Кика, прям выбирала-выбирала. Но что-то мне что-то как-то ничего не внушило доверие. Взяла только кремовые, потому что про них я просто слышала. Карандаш у меня это оттенок 0,2, и он такой коричневый. 1,2 грамма стоит такой карандаш 8,99 евро. Ничего, на самом деле, особенного. Хотя нет, все-таки особенное здесь есть. Это не просто коричневый карандаш, это сияющий коричневый карандаш. Карандаш, который я, на самом деле, не рассчитывала, что он будет сияющий. Но, как бы, оказался сияющим. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, может быть, он будет даже симпатично смотреться. На конце у нас есть такая пивка для растушевки. Но, честно говоря, никогда ими не пользуюсь. Что касается теней. Их полная стоимость 9,99 евро. Я их купила со скидкой 50% за 4,99 евро. Я считаю, что это очень даже удачно. Здесь у нас 3,8, по-моему, грамма. Да, и это металлические у нас тени. Там всего два оттенка. Я купила себе золотой. Собственно, вот таким образом они выглядят. Я их уже пару раз наносила. И у них, знаете, такой очень красивый, именно влажный какой-то такой эффект. И он мне прям безумно понравился. Вроде бы, там есть какие-то отдельные блестки. Но он выглядит именно как такой, как влажная века. Ну, сейчас мы с вами сделаем какой-то макияж. Я думаю, я это сделаю быстренько как-нибудь не за кадром, но под музычку. Вот так вот. То есть, вы посмотрите. Потом мы с вами обсудим. И я скажу, что я вообще про эти тени думаю. Потому что, как бы, за 4 евро 99 центов взять какие-нибудь вот такие вот тнюшки, не очень дорогие, которые будут красиво смотреться. Почему бы и нет? И я думаю, если тени до сих пор стоят на акции, а покупала я это все, наверное, недели так две назад, даже больше, я думаю, скорее всего, так они и будут оставаться на акции. Потому что, наверное, это какой-то просто очень старый запуск. И, опять же, почему бы нет? Какой бы это запуск не был, если продукт хороший, если, тем более, по такой хорошей цене. Но это мы сейчас с вами узнаем. С вами был Игорь Негода. Ну, вот такой макияж у меня сегодня получился. И, знаете, мне кажется, давненько ничего подобного не было. Намекающие на какое-то такое томное, красивое смоки. Не знаю, мне прям нравится сегодняшний результат. Прям необычно, знаете, нет никакой графики на глазах. Вот просто потушеванный карандаш, немножечко сияшки и немного оформленная складка. Все, прокрашенные ресницы даже в этот раз ничего не клеила. Давайте поговорим, наверное, сразу про карандаш. Он у меня здесь куда-то укатился. И, честно, мне он не понравился от слова совсем. Было сложно его тушевать. Пытаешься его как-то прорисовать. Он плохо рисует, он плохо тянется. Короче, мне не понравилось. Пришлось брать какие-то тени свои, ну, чтобы как-то уплотнить оттенок, чтобы немножечко создать какую-то дымку. Ну, от карандаша просто эффекта было ноль. Я его еще донесла в нижнюю слизистую. И, ну, опять же, он такой сияющий. Такие вещи наносить в слизистую, ну, такое себе. И, в общем, не очень там смотрится, постоянно стекает. И кажется, что между ресничек есть какие-то такие проплешины сияшек. Поэтому я вообще не оценила, вообще не понравилось. И прям жалко даже 8 евро, 9 евро. Кремовые тени. Мне понравился реально эффект от этих теней. Они вроде как металлические, но, честно говоря, я не вижу никакой металл. Я вижу просто вот такое вот супер влажное, супер деликатное сияние. Я пыталась их как-то наслоить, но тогда получается вроде бы поярче. Ну, что-то как-то, знаете, не то. Мне вот нравится именно когда тонкий слой, когда просто вот создается какой-то такой некий лоск на глазах. Безумно красиво для каких-то классических макияжей. Не знаю, если вы хотите просто сделать стрелку. Какой-то голливудский макияж с акцентом на губы. И вам нужно просто немножечко оформить века, чтобы как-то вот что-то вот его как-то выделить. Идеально подойдут. Но, опять же, они вроде как должны быть металлические. Но здесь такого вот металла в привычном понимании нет. Да, если наносить плотным слоем, есть. Но, опять же, в силу того, что они кремовые, они могут немножко подскатываться. А вот именно когда вот так вот наносим, я сегодня не наносила никакой базы, вообще ничего. Просто вот на голое веко практически. Ну, понятное дело, там консилер припудренный был. И как бы красиво выглядит, красиво лежит, ничего не скаталось. И просто вот супер-супер деликатно. Мне это в них нравится. И, в принципе, за 4 евро 99 с этого по такой скидке вот эту вот однушечку взять на каждый день использовать. По-моему, очень красиво. И вот делать какие-то вот такие вот, ну, нейтральные, я бы сказала, классические макияжи. Но при этом красивые. С лоском. Мне нравится то слово лоск. Просто иначе бы прям не описать. Ну, в общем, лоск. Пудра тональное средство. Я не могу сказать, что она меня покорила ничем. В принципе, просто обычная пудра. Серьезно. Просто обычная пигментированная плотная пудра, которая, кстати, чуть-чуть вот здесь у меня сейчас выделена одна морщинка. Обычно вот эта вот вылезает крайне редко. Но вот сегодня она у меня чуть-чуть прям, ну, выделена. Это странно. Возможно, это сделала эта пудра. Опять же, я ее очень много сегодня наносила. Если ее использовать просто как классическую пудру, то получается припудрить, получается как-то заматировать лицо. Но сказать, что она продлевает макияж, я не заметила. Она просто матирует. Вот серьезно. Просто делает ваше лицо сухим, матовым. И по покрытию, да, нормальное покрытие, учитывая, что я, в принципе, очень много нанесла. Достаточно хорошо все перекрыто на данный момент. И пирожка на лице нет. Что тоже классно. Учитывая, что, опять же, я очень много ее сегодня наносила. Плюс натуральное средство. Лицо не выглядит каким-то таким перегруженным. И это тоже, в принципе, хорошо. Но, опять же, могу ли я ее рекомендовать за 10 евро? Ну, да и неописательно. Есть еще вот, например, где-то у меня тут лежит Анфайпель. Вот, это, по-моему, уже Лореаль у нас у меня тут стерлась. И как бы, в принципе, плюс-минус это то же самое. Серьезно. Даже, наверное, вот эта пудра будет немного попигментированнее, нежели вот эта. Она немножечко легче. Румяна. Их я могу вам рекомендовать. И мне безумно понравилось, как они выглядят на щеках. Серьезно. Вот просто я смотрю, и это тоже. Опять же, я могу описать словом лоск, потому что это супер такие какие-то деликатные. Можно наслоить. Вы полностью контролируете процесс нанесения. Такое легкое какое-то естественное сияние. Никакой вот хайлайтер не нужен. То есть, они реально сияют без перебора. То есть, они сделали два в одном продукт, который выглядит гармонично. Я бы так сказала. И сегодня я практически не делала никакого скульптурирования. Чуть-чуть добавила скульптора под скулу, и все. Вообще больше ничего не делала. И мне безумно нравится этот эффект. Румяна вообще рекомендую от и до. Вообще прям полностью. Но, конечно, да, вот это то, что произошло у меня. Это просто более серьезно. Я бы с радостью ими пользовалась. Я люблю румяна. Я люблю хайлайтеры. Как так вообще можно было плохо упаковать? Почему? Печально. Печально, конечно. Помада. Честно говоря, я, наверное, не могу вам ее рекомендовать. Потому что сейчас такое количество помад существует. Такое количество карандашей существует. Вообще в разных брендах. И это не самая лучшая помада, которую я пробовала. Мне безумно понравился оттенок. Как-то сегодня все это просто гармонично смотрится. Но, опять же, по ощущениям, есть помада намного комфортнее. Тоже матовая, которая не так сушит губы. Которая менее ощущается. Хотя, опять же, она вроде бы тонко лежит. Вроде бы все нормально. Но какое-то вот такое вот постоянное немножечко липкое ощущение. Какое-то такое есть. И оно мне не очень приятно. И плюс, опять же, ей сложно. Ее просто сложно наносить. Ее легче наносить не стало. Я сейчас пыталась еще раз как-то немножко освежить губы. Ну, просто немножко как-то форму им придать. Добавила просто свой карандаш для губ. И, ну, это просто сложно. Серьезно. Она просто плохо наносится. Туго идет. Начнем писать. Сухая. Сухая. Слишком сухая. Слишком, наверное, матовая. Поэтому, наверное, нет. Наверное, не надо. Вон у помады. Помада у Революшн, например, есть очень хорошая. И, по-моему, даже они еще бюджетнее стоят. Так, что у нас еще осталось? О, тональное средство. Так, ну, здесь я вам самый главный минус сказала. Про то, что он становится темнее на полтона точно. И, в целом, по эффекту, я говорю, ничего не поменялось. Мне все еще нравится, как выглядит моя кожа. Особенно на камере. Да, в принципе, в жизни мне тоже нравится. Хотя сейчас, конечно, она запудрена. Но я говорю, я его наносила уже несколько раз. И у меня мое мнение не поменялось. Оно мне нравится. Оно особо ничего не подчеркнуло. Учитывая, что у меня очень такая активная мимика. И ничего никуда не скаталось. Вообще все лежит хорошо. Все классно. Поэтому я, наверное, могла бы вам его рекомендовать. Только просто будьте осторожны с оттенком. Вот, в принципе, так. В течение дня тоже нормально все хорошо носится. Но его нужно припудривать. Об этом я тоже, в принципе, уже сказала. Ну и классная упаковка. Об этом я тоже уже говорила. Я уже начинаю повторяться. В целом, я уже достаточно много сказала про эти продукты. Просто в силу того, что я ими пользовалась. Вот и все. Ну вот. Как-то так, ребята. Что думаете про те продукты, которые сегодня у нас были? Возможно, у вас есть какие-то фавориты от Кика. Пожалуйста, пишите мне. Потому что, наверное, я еще один заказ сделаю на этом сайте. У них нормальный такой, знаете, барьер для того, чтобы заказать до бесплатной доставки. То есть до 25 евро. Не очень много. Поэтому можно на полтинничку так еще купить продуктов. И будет нормально. На еще один обзор попробовать чего-нибудь новенького. У них, по-моему, вышла уже новая коллекция. Надо будет еще раз посмотреть. Так что пишите свои фавориты. Может быть, у вас есть какие-то прям вообще рекомендации для меня. Или же есть какие-то продукты, которые вы вообще скажете, вообще никогда не покупай, не смотри на них. Так что я обязательно к вам прислушаюсь. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И подписывайтесь, конечно же, на телеграм-канал. Там я все эти продукты уже давным-давно показала. Как только они мне пришли. Там мы с вами намного чаще общаемся, нежели в любой другой социальной сети. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Че я там еще говорю в конце? Мы с вами совсем скоро увидимся. Буквально у вас в следующем новом видео. До новых скорых встреч. Всем пока. Все еще все. Че такое? Да ты встала. Ну ты в самый капот, кажется, под самый конец встала. Жальчик. Ну ничего, куча. Не надо тебе еще сговорить. Не надо тебе еще сговорить. Ты не проснился.